Разбирательство продолжается. Почему это напугало многих таджиков и кто понесет ответственность? Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Таджикская милиция сообщила подробности убийства врача Душанбинской больницы истеклол Мухаммадали Акрамова. В очередном выпуске телепрограммы Ахбари ВКД новости МВД милиция опровергает версию некоторых СМИ о том, что якобы врач был убит монтировкой и подозреваемый не оказал ему помощь после избиения. Как отмечается в опубликованном вечером 31 мая в видео с сюжетом, происшествие, повлекшее за собой смертью врача, произошло 19 мая. Врача ударил кондуктор, подозреваемый задержан. Им оказался несовершеннолетний 17-летний житель района Сино Душанбе. По версии МВД, инцидент произошел примерно в 14.40 на автомобильной трассе у села Чарякарон района Рудаки. Сам задержанный подросток в сюжете МВД рассказал. «На остановке Чарякарон. Трое остановили маршрутку. Двое сели сзади, а тот мужчина хотел сесть спереди. Но я ему сказал, что передняя дверь закрыта. Сядьте сзади». В ответ он обматерил меня, используя слова о моей матери. «Меня это оскорбило. Я вышел и ударил его один раз кулаком в лицо. Он упал на землю, ударился об бетон головой». Со слов подозреваемого, когда кондуктор и водитель увидели, что из головы врача течет кровь, то сразу же посадили его в маршрутку и отвезли в больницу. Однако спустя шесть дней, 28 мая, Акрамов скончался от полученных травм. В сюжете представитель ОМВД-1 по району Рудаки сообщил, что 22 мая следственным отделением ОМВД-1 по району Рудаки в отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по статье 110 части 3 пункта В «Нанесение особо тяжкого вреда здоровью по неосторожности, приведшего к смерти потерпевшего». Данная статья предусматривает наказание от 12 до 15 лет лишения свободы. Но с учетом того, что подозреваемый несовершеннолетний, согласно статье 88 УК ч. 3, назначение наказания несовершеннолетним, ему грозит до 12 лет. Между тем, ответы на вопрос о том, почему дело по указанной статье было возбуждено еще при жизни врача, получить в МВД не смогли. В пресс-центре никто не отвечал на звонки. Однако достоверный источник в структуре МВД сообщил, что в этом нет ничего странного. Это нормальная практика, когда сразу после происшествия возбуждаются уголовные дела по статье 110, и уже позже в ходе следствия с учетом новых обстоятельств и смерти человека добавляются части и пункты этой статьи. В данном случае часть 3, пункт В, отметил источник. Что касается того, что следователь называет в сюжете уже полностью статью, это связано с тем, что сюжет вышел 31 мая, и в это время уже было известно, что потерпевший скончался. Поэтому в сюжете дали уже окончательную статью, чтобы не вводить людей в заблуждение. Между тем, как ранее сообщали некоторые СМИ со ссылкой на свои источники, покойный был убит железным орудием, монтировкой, а водители кондуктора ставили доктора умирать на дороге, и скорую помощь вызвали прохожие. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, можно было бы ее предотвратить? И должен ли молодой человек нести такое наказание? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи. Продолжение следует...